Здравствуйте! В эфире программа «Интервью дня» и сегодня у нас в гостях министр цифрового развития Республики ТВА Идегел Бурбаколович Мангуш. Здравствуйте! Здравствуйте! Идегел Бурбаколович, Ваше министерство сравнительно молодое. Чем оно занимается, основные задачи? Основными задачами министерства цифрового развития это в первую очередь цифровая трансформация, информационная безопасность, развитие. Что значит цифровая трансформация? Цифровая трансформация это переход от ручной работы, более автоматизированной работы в информационных системах, построение своей работы с использованием информационных систем. И на основе первичных данных, которые формируют служащие, в том числе и государственные службы, и муниципальные служащие, вводят необходимую информацию о их работе. И на основе этих первичных данных будут приниматься управленческие решения руководством данной органы исполнительной власти. Вот это и есть цифровая трансформация. И переход от бумажных документов именно в электронный документ, документоборот. Здесь вместо ручной подписи будет в основном использоваться электронная цифровая подпись, которая уже законодательно переравнена к юридической силе, то есть имеет юридическую силу. Что очень удобно. Например, если человек находится в республике Тыва, а компания, например, где-то там в Москве, то можно как-то через цифровую подпись решить вопрос. Да, да. Заключение договоров, контрактов. Уже не будем ждать оригинал документов через почту, а сразу же заключаем, то есть подписываем эти соглашения, договора и контракты. Еще какую работу ведет министерство? Также работа основная, вот с 2022 года очень сильно идет работа в части информационной безопасности. Так как вы знаете же, в наших последних событиях очень участились много вторжений, то есть компьютерных инцидентов, так можно сказать, компьютерных инцидентов на всю инфраструктуру Российской Федерации, в том числе и республики Тыва. В этой части проводится очень большая работа. Дальше у нас тоже из основных целей – это перевод социально значимых услуг в электронный вид. То есть граждане нашей республики могут подавать, получать услуги в виде, не приходя, например, в ведомство, в многофункциональный центр, уже получать из дома. И в концепции 24 часа в 7 дней в неделю такая работа проводится. Дальше развитие связи у нас, развитие интернет и сотовой связи в нашей республике. И один из основных целей, который тоже поставили правительство Российской Федерации – это переход на отечественное решение, то есть импортозамещение. Этот процесс уже продвигается несколько лет, с 2019 года, и целью у нас стоит увеличение доли средств, уважений в отечественные отрасли более чем в 4 раза. Это основные задачи вот эти. Игорь Барбакович, вот Вы перечислили все Ваши задачи, да? Они, если по-другому сказать, современные и требуют, соответственно, IT-специалистов. Как у нас с этим, с кадрами? У нас есть национальный проект «Кадры для цифровой экономики». То есть ежегодно у нас был национальный проект, именно федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», где Российская Академия Народного Хозяйства и Государственная служба перед президентом Российской Федерации нам выделяли энное количество мест для того, чтобы каждый служащий, государственный служащий мог повысить свою квалификацию именно в части цифровой трансформации, цифровой экономики. Здесь у нас ежегодно стояла задача обучить 40 человек. На сегодняшний день хватает нам специалистов? Очень сильно в этой стороне нехватка ощущается. В первую очередь в органах исполнительной власти невозможно найти специалистов именно для обслуживания вычислительной техники, горшотехники, а также информационной системы. В предыдущее время специалистов именно в части обслуживания было достаточно, но так как процесс цифровой трансформации идет своим чередом и убыстряется с каждым моментом времени, здесь нехватка именно в части поддержки техники сопровождения информационной системы. Очень идет нехватка. Так как, с одной стороны, оплата таких специалистов у нас, к сожалению, она небольшая, поэтому утечка кадров очень сильно влияет. Также специалисты, которые здесь повышают свою квалификацию, они переезжают в другие регионы, где оплата за их труд более высокая. То есть здесь мы, как знаем, такие хорошие специалисты. У нас многие переезжают в Красноярский край, Новосибирская область, также уезжают в Москву, Питер. Вот нехватка в этом очень сильная. И также вот с 2022 года, я как говорил, очень информационная безопасность, тоже работы ведутся, и здесь также очень сильная нехватка специалистов по информационной безопасности. Всего в ОИВах мы посчитали, то есть предыдущий руководство Министерства цифрового развития провел анализ специалистов информационной безопасности. Всего лишь работают четыре специалиста на начало 2022 года, которые имеют оконченные именно специальности информационной безопасности. Остальные все переучивались, то есть повышали свою квалификацию. Как будете удерживать специалистов? Какая-то программа есть? Программа есть. В первую очередь в этом плане у нас же проект поддержки, аккориативной IT-компании у нас идет очень сильно. С 2022 года у нас, с начала 2022 года, там беспрецедентные меры поддержки в этом плане идут. Также регион наш не отстает в этом плане. Мы приняли несколько нормативно-правых актов в части этой поддержки. И также в будущем мы собираемся запустить проект, который позволит специалистам здесь комфортно работать. Ну, не в первую очередь увеличение заработной платы, а в части условий работы в нашем регионе, улучшить условия. Вот такой проект мы задумали. Мне известно, что за прошлый год, да, это уже на уровне федерации, что пытаются сохранить IT-специальности, какие-то программы государственные разрабатываются, там, ипотеки, зарплаты, что-нибудь такое у нас. Это во всех регионах, мне кажется, проблема именно с IT-специалистами, не только у нас в Туве. И в части вот в прошлом году, в сентябре, по объявлению о мобилизации, очень много IT-специалистов уехали за рубеж. Поэтому правительством Российской Федерации ведется работа по их возвращению. А в нашей республике меры поддержки именно IT-компаний. Здесь в федеральной поддержке есть, вот как раз IT-ипотека. Но, к сожалению, по итогам 2022 года было выделено 175, получено 175 таких кредитов. К сожалению, республика туда пока не попала, потому что там критерии отбора таких специалистов сильно завышены были, и поэтому республика в этом плане не попала. Но на этой неделе была информация, что эти критерии более смягчились, то есть там уже могут использоваться этими услугами граждане в возрасте от 18 до 50 лет. И также по уровню зарплаты от 70 тысяч рублей без вычета налогов. Вот такие меры поддержки тут. То есть на сегодняшний день специальность цифровая безопасность у нас в ТУВЕ очень востребована? Да, именно часть информационной безопасности очень востребована. Редактор Барбакович, какие гранты можно получить через Министерство цифрового развития? В Министерстве цифрового развития в прошлом году провели гранты. Здесь у нас участвовало более 14 соискателей, выиграли 6. Вот эти гранты уже как бы соглашение мы подписали именно на развитие информационных систем в социальной сфере обучения. Там были проекты, также были проекты инновационные, по строительству именно BIM-технологий. Также развитие цифровизации транспортных услуг были проекты. Вот эти грантополучатели в этом году уже получат свои средства. Это в сумме у нас 1 миллион 700 рублей. А сколько активно они идут, участвуют в грантах? Ну, гранты объявлялись где-то примерно к концу года. Я думаю, из-за этого, наверное, участников не сильно много было. Но в этом году мы собираемся уже как бы ближе к весне или к лету посмотреть, по каким проектам будем выдвигать эти гранты, информировать граждан организации заранее. То есть и ожидаем, что наплыв соискателей грантов будет больше. А также в Российской Федерации сейчас большой акцент делается на развитии инновационных технологий, это развитие искусственного интеллекта. Поэтому может соискать или участвовать в федеральных проектах. Интересные проекты в нашей республике есть? Вот среди тех. Есть проект регистрации транспортных средств, именно частников по маршруту. То есть человек, гражданин может, например, выйти на остановку и посмотреть, где маршрутное такси, либо автобус едет на его остановку и посчитать время. Или можно из дома посмотреть и рассчитать время, например, через 5 минут, вот это именно автобус, который он ждет, приедет, например, через 5 минут и спокойно выйти к остановке и доехать. Это те проекты, которые объявляет министерство. А само министерство участвует в каких-нибудь национальных программах, проектах? Само министерство не участвует в таких мероприятиях, но у нас есть подведомственная организация, казенное предприятие Республики Тула, Центр интернационных технологий, который может участвовать в этих проектах. Мы тоже в этом плане будем в этом году работать. Что насчет интернета в нашей республике? Развитие интернета у нас идет уже несколько лет. Мы уже идем к цифре. 97% всего населения уже используют широкоплотный доступ в интернет в Республике Тула. Также это построение высокоскоростных оптических линий связи в населенных пунктах. У нас из всех населенных пунктов, которые у нас именно в министерстве, здесь все отмечены, это 152 населенных пункта. У нас уже подведено до 122 точек населенных пунктов. У нас также 10 населенных пунктов, это трудодоступные. Там работает спутник канала связи. Это в части интернета. Также другая часть связи – это развитие сотовой связи. Там три поколения сотовой связи участвуют. Это 2G. Второе поколение – это чисто звонки по мобильной связи. Второе – это третье поколение, 3G, так называемый. Там интернет не очень скоростной. И четвертое поколение – 4G. Здесь более-менее почти все населенные пункты также подключены. Если по цифрам сказать, это 122 населенных пункта. С охватом жителей – 322 тысячи человек. Стандарт 4G подразумевает высокоскоростной интернет через сотых операторов связи. А какие-то критерии должны быть? Например, 4G устанавливаются в населенном пункте, жители должны составлять столько-то, столько-то человек. У нас есть несколько федеральных проектов по развитию сотовой связи. Как вы знаете, в прошлом году было голосование, где-то примерно к концу года. Федеральный проект называется «Устроение цифрового неравенства второго этапа». Там участвуют все населенные пункты, где отсутствует интернет, отсутствует сотовая связь, либо качество сотовой связи плохое, жители которых от 100 до 500 человек. Также с этого года тоже начался другой проект федеральный. На днях было озвучено, что здесь будут участвовать все населенные пункты от 500 до 1000 человек. Здесь тоже участвуют именно на развитии, улучшении качества сотовой связи. А какие-то отзывы оставляют жители, которым уже подключили, которые долгое время были без интернет-связи, например? Да, да. В ноябре прошлого года мы ездили на открытие села Тарлах, Пихеемска, Кожуна. Там зашел сотовая прятая связи МТС, и это для этого населенного пункта Сумона был праздничный день. И глава администрации этого сельского поселения Тарлах говорил, что, может быть, даже они этот день могут прогласить праздничным днем связи интернет-связи. Красный день календария. Да, да, да. Какие планы министерства на 2023 год? На 2023 год у нас те же проекты, которые мы продвигали, продолжаются. Это развитие сотовой связи, развитие интернета, перевод на социально значимые услуги, также информационная безопасность продолжается. Несколько проектов на этот год, который озвучил глава нашей республики на послании. Здесь по развитию туинского языка у нас два проекта будут продвигаться. А также развитие кадропотенциала нашей республики – это повышение квалификации государственных служащих, популяризация IT-специальностей среди молодежи, среди школ и студентов. Можете немножко приоткрыть завесу по популяризации туинского языка? Хотя бы чуть-чуть намекните, что это будут за проекты. Здесь у нас два проекта. Это, в первую очередь, разработка, раскладки клавиатуры туинского языка. Это мы должны вместе с научным сотрудничеством туинских государственных коммунитарных исследований и также с привлечением лингвистов наших по туинскому языку должны разработать нашу туинскую раскладку клавиатуры для удобства печати именно слов на туинском языке предложений. И также второй проект – это проверка лексики и грамматики, автоматическая проверка. То есть это позволит работникам или учителям более быстро печатать текст. То есть словарь им больше не понадобится? Надеемся, что словарь им больше не понадобится. Ирина Борбакович, спасибо вам, что вы сегодня к нам пришли, рассказали. Удачи вам в ваших проектах. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был министр цифрового развития Республики Тыва Идегел Борбакович Мангуш. До свидания.